ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 А это не соответствует процессу. Так было впервые обращено внимание на необходимость учета процесса создания конструкций. Напоминаю, это сделал молодой математик Ражба, впоследствии доктор физико-математических наук, лауреат Ленинской премии и прочее, прочее, прочее. Ныне он профессор Гарвардского университета. Это 1950. Американцы лишь через 10 лет пришли к тем же самым выводам. Следующее из истории. Это иллюстрации, к примеру, о котором говорил Ражба. Если создать расчетную модель плотины и нагрузить, например, только нижний ярус, то напряжением, напряженным окажется и верхушка плотины, которая вообще, говоря, в этот момент не существует. В 1959 году, это уже как я столкнулся с проблемой, в 1959 году строилось Киевское метро и в том числе купол над наземной вестибюле станции Университетская. Купол строился таким образом. Опорное кольцо, временные подмости и сборные железобетонные лепестки, из которых был набран купол. После этого были заманаличены швы между лепестками. На рисунке Б показан состояние конструкции, еще находящейся на подмости. Только подмости заменены реакцией. Убрать подмости, это означает занулить реакции, то есть приложить обратную нагрузку. И вот оказалось, в тот момент, когда подмости убрали, по куполу пошли трещины, которых не было здесь. Это как раз было связано с эффектами монтажа, что нагрузка минус R приложена к расчетной схеме монолитного купола, когда нагрузка плюс R была приложена к расчетной схеме еще не собранного купола. Объяснение, которое я вам рассказал, принадлежит профессору Григориевичу Чудновскому. Я слушал его доклады, и это впервые в 1959 году я столкнулся с этой проблемой. В 1971 году в Киевзнея была создана программа «Гамма-1». Она была разработана Григорием Борисовичем Гирманом и Владимиром Сергеевичем Борисенко. И она учитывала процесс монтажа. Вот опыт этой разработки потом перешел в Лиру в 80-х годах и, наконец, в СКАД, где он есть и сейчас. Но между ними была еще очень важная, нереализованная до конца в программе разработка, которая под моим руководством выполнялась в Институте Украины проекта реконструкции. И там была создана вся необходимая теоретическая часть для выполнения расчетов такого типа. В том числе и режим уменьшения жесткости элемента. Очень сложный, важный, как я потом покажу, режим, который до сих пор присутствует пока что только в СКАДе. Кое-что о теории, чтобы было понятно. Я хочу рассказать о принципиальной разнице двух процедур, которые могут встретиться. Это процедура наложения связи. Аналогично это монтаж нового элемента, увеличение жесткости. То есть, когда мы накладываем некое стеснение на деформации. Важно помнить, что добавляемая связь является ненапряженной. Если мы представим себе, вот пример приведен. Вот конструкция под нагрузкой. И мы решили объединить концы консолей. Ну, например, это железобетонные консоли. Здесь взяли, подвесили опалу в поизуманолителе стык. Напряжение в новом бетоне стыка равны нулю. Он ненапряжен. Но как только мы решили изменить нагрузку. Ну, например, снять бывшую ранее нагрузку 2П. То есть, приложить обратную. Мы получим уже напряженную конструкцию. Вот эпюромоменты в этой напряженной конструкции. И изменившуюся геометрию. Вот этот вот характерный клювик, который показан на рисунке. Киевляне и гости Киева могут увидеть в натуре. Парковый мост через Днепр в Киеве монтировался таким образом, что в центре был вот такой вот стык. И если посмотреть так довольно вдоль моста, четко видим клювик, расположенный в середине пролета этого моста. Обратная процедура. Удаление связи. Здесь нужно помнить, что прежде чем удалить связь, ее нужно сделать ненапряженной. Вот представьте себе, что вы хотите поднять с пола тот стул, на котором сидите. Ножка стула с полом, значит, ну, связана. Там есть связь, там есть реакция. Как только вы приложили руку и начинаете поднимать, вы начинаете уменьшать значение этой реакции. И только в тот момент, когда эта реакция равна нулю, то есть вы весь вес взяли на себя, можно поднять стул и удалить его. Вот пример, может быть, более наглядный. Напряженная конструкция. Лук, тетива, связью является рука лучника. Чтобы отпустить связь, нужно обнулить реакцию. То есть постепенно отпустить тетиву. Можно отпустить ее, как лучники делают неожиданно. Тогда нужно считаться с динамическими эффектами. В статике удалить связь, не обнулив ее предварительно, нельзя. Вот эти две особенности очень важны. Их всегда нужно учитывать. Ну и еще одна деталь, связанная с изменением биометрии в процессе монтажа. Вот простейший пример. Есть конструкция. Консоль, подпертая упругой связью. На первом этапе упругой связи нет. В консоли приложена нагрузка. Прогиб. А теперь мы подставляем упругую связь. И здесь возможны два варианта. Либо упругая связь устанавливается так, что ее нижний конец расположен в том месте, где предусматривалось проектом. И тогда оказывается, что пружину нужно сжать и в сжатом виде установить. Либо, как при монтаже сборных элементов, пружина готова, ее взяли, поставили. А то, что нижний конец оказался в другой точке, мы с этим помирились. На рисунке показано, что приводит, как меняется напряженно-деформированное состояние в зависимости от использованного варианта. А теперь об эффектах монтажа. Пример, показанный на слайде, принадлежит Олегу Васильевичу Кабанцеву. Каркасное здание с верхним этажом, техническим, представляющим там достаточно большую жесткость. Если вести расчет традиционным способом, то есть создать расчетную, ненагруженную расчетную схему, а потом к ней приложить постоянные нагрузки, то вот в этой колонне появляется вверху усилие растяжения 120 тонн, появляется растянутая колонна. Если же расчет вести с учетом последовательности возведения, то усилие в колонне, всегда сжатие и так далее. Вот в таблице показаны результаты двух вариантов расчета по традиционной модели и с учетом стадийности монтажа. Этот рисунок объясняет, что происходит. Представим себе, что у нас есть вот такая конструкция. Мы создали такую расчетную модель, потом приложили к ней нагрузки. Вот опера продольных сил. Нижняя часть стержня сжата, верхняя растянута. Если же отслеживать процесс создания такой конструкции, вот его этапы, то опера продольных сил выглядит такая. И верхняя зона просто оказывается ненапряженная. К ней можно присоединить вот эту связь, это ничего не изменит. В примере предыдущем роль верхней подвески, верхнего защемления, играла вот эта вот жесткая конструкция верхнего этажа. Меняется картина деформаций. Вот реальное здание. Показаны варианты традиционного расчета и расчета с учетом последовательности монтажа. Это из-за поля вертикальных перемещений, которые являются максимальными в верхней зоне при традиционном расчете и максимальными в средней зоне при учете последовательности монтажа. Та же самая история с из-за полями горизонтальных перемещений по направлению Y. Здесь максимум реализуется вверху, здесь максимум посередине. Ну, профессор Белостоцкий назвал эту картинку «Банан Кабанцева». Он впервые обратил внимание на вот такую вот необычную картину перемещений. Ну, может возникнуть вопрос, чего вдруг под влиянием вертикальных нагрузок собственного веса есть искривление. Дело в том, что каркас несимметричный по жесткостям и несимметричен по нагрузкам от собственного веса. Особенно важно проследить эти эффекты, особенно сильно сказываются, когда мы рассматриваем деформации грунтового основания. Дело в том, что компрессионная кривая, зависимость между усилием сжатия и проседанием, она имеет вот такой вот вид. И при малых нагрузках жесткость, а жесткость определяется тангенсом угла наклона, значит, к соответствующему точке, которая показывает напряженное состояние. Так вот, постепенно при режиме возведения здания сперва основание обжато не очень сильно. Ну, например, весом первых этажей где-то в середине оно увеличивается, к концу мы приходим вот к такому напряженному состоянию. Обратите внимание, как меняются жесткости. Здесь тангенс угла большой, уменьшается, уменьшается. Соблюдается вот такая вот цепочка неравенств, что жесткость упругого основания на первых этапах уменьшается и становится минимальной к концу монтажа. Что это дает, если вот честно отследить, меняя на каждом этапе монтажа коэффициент, венглеровский коэффициент жесткости упругого основания? Это было сделано для вот такого вот реального здания. Вот смотрите, что получается. Зеленым показано, как меняются перемещения постепенно с этапами монтажа. Их от первого до 29-го. 29-этажное здание этапом был монтаж. На первом этапе жесткость 740, на последнем намного меньше. Голубые столбики – это многоэтапный расчет, но без учета того, что жесткость основания меняется. Вот как увеличивается постепенно перемещение. И, наконец, красные столбики – это многоэтапный расчет с учетом того, что на каждом этапе меняется жесткость упругого основания, постепенно падая, падая, падая. Обратите внимание, в два раза просадки отличаются традиционного расчета 92 мм и реального расчета 41,2 мм. Это очень заметное различие. Та же самая проблема учета жесткости основания связана с реакцией на динамические нагрузки, ну, например, на ветровые пульсации. Дело в том, что статические нагрузки, медленные, когда успевает отработать компрессионная кривая, связанная с модулем деформации Е1. Пульсационная составляющая, быстро реализующая, когда не успевает отработать неупругая часть, связанная с модулем упругости грунта Е1. Отличия этих двух констант почти что на порядок. От трех до восьми раз они могут отличаться. И вот что получается для здания, рассчитываемое на ветровые пульсации. При традиционном расчете, когда жесткость основания и для статики, и для динамики берется одна и та же и равна модулю деформации, мы получаем период первого тона 11, почти 12 секунд, максимальное ускорение 0,36 и горизонтальное перемещение, соответствующее первому основному тону колебаний, 121 мм. Если же в режиме монтаж сделать первой стадии монтажа статику, на второй стадии монтажа, где будет приложена пульсационная составляющая ветровой нагрузки, изменить модуль упругости, мы получим для этой стадии в два раза меньше период колебаний, и горизонтальное перемещение меняется почти в четыре раза, это перемещение от пульсации. Та же самая история происходит при учете разной жесткости в статике и динамике, ну, например, при расчете на сейсмическое воздействие. Здесь приведен пример расчета водонапорной башни, называемая башня Бах-Соснов, Рожновского. Вот ее расчетная модель, и меняются коэффициенты жесткости в расчетной модели. Вот как меняется период собственных колебаний. Традиция единица, 0,88, здесь не такая большая разница, как там, но и с кем это попроще. Следующий класс задач, где обязательно нужно учитывать последовательность возведения, это подземное строительство. Дело в том, что прокладку тоннелей и строительство подземных сооружений, типа подземных марш-залов, гидростанций и так далее, выполняется последовательной выработкой целико, грунта. Вот этапы. Постепенно, здесь показано 6 этапов. По мере выработки отверстия в массиве меняется так называемое горное давление, то есть та нагрузка, которая передается на обделку тоннеля. И меняется очень существенно. Это учитывать нужно. И, кстати, гидротехники, которые столкнулись с этой проблемой давно, сразу же, почти сразу же после тех гидротехников, которые с подачи ражбы начали учитывать этапы монтажа для расчета плотин, стали учитывать эти эффекты и в задачах подземного строительства. В частности, практически расчеты всех тоннельных отделок станций и перегонов метрополитена выполняются сейчас таким вот образом. Здесь показаны результаты расчета станции. Значит, вот эта станция подземная – это один путь туда и обратно метрополитена. тут очень существенно сказывается. При большепролетной станции почти не влияет напряженное состояние, изменение напряженного состояния целика вокруг одного тоннеля на другой. то, что случается при сближенных тоннелях, но зато всегда сказывается заметная разница между напряжениями по верхней и нижней грани отделки станций. Та же самая история уже ближе к нам, строителям, которые не лезут в гидротехнику и прочие дела – это выемка котлована. В настоящее время для больших зданий котлованы очень глубокие, там могут располагаться под зданием несколько подземных этажей, паркинги и так далее, и так далее. Это серьезная проектная, в том числе и вычислительная задача. И здесь отслеживание этапов создания котлована, отслеживание режима работы шпунтового ограждения, анкировки этого ограждения. Очень важно выполнить с учетом последовательности выемки грунта в котловане. результаты расходятся в разы по сравнению с окончательной расчетной схемой, когда мы считаем, что Господь Бог сразу создал эту яму, сразу создал шпунт, анкира и так далее, и вот начал отдавить грунт на шпунтовый стенку. Еще одна задача, впервые решенная профессором Ильичевым. Речь шла о бетонировании длинного, очень тяжелого, массивного фундамента. Это фундамент под турбоагрегаты. Смотрите, как происходит, выполняются работы. Сперва, вот это окончательно, фундамент должен быть длинным и так далее, но сперва бетонируется его средняя часть. Под влиянием ее веса грунт проседает, но сам по себе бетон, не затвердевший, он передает свою нагрузку просто как жидкость. Далее, он затвердел и превратился в штамп. Пригрузили сосредними участками, которые не твердые, но влияют и на этот штамп. Вот так вот отслеживаются результаты. Что получается в конце концов? Если бы считать по традиционной схеме и считать, что фундамент сразу создан, он очень большой жесткость, то есть можно было бы предполагать, что это жесткий штамп. У нас картина просадок была бы вот такая. Горизонтально жестко фундамент опустился, и за его пределами грунт. Здесь знаменитые, получается, пики давления на концах и так далее. А реально фундамент имеет вот такую вот форму, изогнутую. Совершенно другая картина реакции под подошву этого фундамента. И вот как меняются изгибающие моменты, субмарно изгибающие моменты в этом элементе, как в неком брусе. При учете технологии монтажа примерно более чем в два раза меньше, чем для такого одномоментного расчета. Совершенно, может быть, даже в каком-то смысле неожиданно, результаты появляются при проверке огнестойкости. Дело в том, что наши, и не только наши, противопожарные нормы созданы таким образом, что регламентируется время существования нагретой пламенем конструкции. И оно должно быть там не менее там нормируемого. Как раз именно временем определяется степень огнестойкости конструкции. Вот предположим, что речь идет о пожаре в левом пролете такого двухпролетного здания. Мы берем, проверяем огнестойкость нагретых конструкций, ну, например, верхнего ригеля. Оказывается, что она обеспечена, да, ригель нагревается только до 450 градусов, это обеспечивает там эвакуацию людей, и все так надо. Но мы забываем о другом, что при нагреве ригеля у него изменился модуль упругости упал. И вот что получается, если до пожара эпюра моментов от постоянной нагрузки, эпюра нормальных продольных сил и моментов вот были вот такими, то при нагреве левого ригеля, который огнестойкость обеспечена по пожарным нормам, тем не менее жесткость его упала, податливость, следовательно, уменьшилась, и у нас вырос момент в том ригеле, который к пожару вроде бы не имел отношения. Получается, что ригель правого пролета не выдерживает нагрузки собственного веса, и, следовательно, та проверка, поэлементная проверка огнестойкости, которая прописана в наших нормах, вообще говоря, недостаточно. А учет вот всех этих перераспределений очень удобно и просто выполнить в том же режиме монтаж вычислительного комплекса скат. Преднапряжение. Ну, тут сам Бог велел все учитывать, собственно, для того мы и создаем преднапряжение, чтобы вот это напряженно-деформированное состояние, которое мы создаем искусственно, передать потом в другие режимы работы конструкции, чтобы оно нам помогало. Когда я впервые делал этот доклад, выяснилось, что слушатели, получившие стандартное советское, российское, украинское, как угодно назовите, образование инженерное, не знают, кто такой Эжен Фрейсене. А Фрейсене создатель преднапряженного железобетона. Это было сделано впервые. Фрейсене вот что. Это так называемое раскружаливание способом Фрейсене. Арка, вернее, полуарки бетонируется на кружалах без замыкания замкового сечения. Потом мощными домкратами распирается и это снимает и поднимает арку. Легко выкатывается из-под него кружала. И это далее замонаричивается в таком состоянии. Делается домкрат, это тоже домкрат называется домкрат Фрейсене. Это два листа металлических, зазор между которым нагнетается цементный раствор под большим давлением. он держится под этим давлением, затвердевает и все, и получился замкнутый шов. Вот это было сделано впервые в 1929 году в представительстве моста, фотографию который вы видите здесь на этой картине. Так вот, нужно помнить, что создание предварительного напряжения чаще всего, о исключениях я скажу, реализуется не в той расчетной схеме, в которой будет работать конструкция. Предположим, что мы хотим иметь преднапряженный шпрингель вот в этой конструкции. Для того, чтобы натянуть его, эта связь должна быть разомкнута. Вот сюда можно включить фарков, домкрат, все что угодно, сблизить разорванные концы этого элемента, замкнуть, и уже в этой схеме, которая унаследовала напряженное состояние верхней, будет реализоваться работа этой конструкции. Исключения, о которых я упомянул, когда предварительное напряжение создается в той же схеме, это когда мы используем кинематическое возбуждение, ну, например, в неразрезной балке мы приподнимаем или опускаем опоры, ставим прокладки, или же термический способ, нагревом меняем длину, например, того же самого элемента, но здесь, поскольку его надо было натянуть охлаждением, и фиксируем вот в этом положении конструкцию. Но чаще всего все-таки предварительное напряжение создается в системе структура, который отличается от окончательного и следовательно здесь нужно использовать тот же режим монтаж для того, чтобы суметь это сделать. Я покажу очень интересный пример. Есть два моста, один в Киеве, Печерский мост, другой в Вильнюсе. Это мосты с преднапряженным таким подкосом растянутым. Он очень интересно делался. Сперва монтировался мост без подкоса. Плиты проезжей части складировались на консолях, консоли опускались, устанавливались подкосы, не напряженные, фиксировались, а потом эти плиты переносились на свое место и мы получали преднапряжение. это было сделано по замыслу Глеба Дмитриевича Попова и значит реализовано. Оба моста прекрасно существуют, фотографии сделаны совсем недавно. Еще одна проблема, когда нужно учитывать последовательность сборки, монтажа и игр. недавно к футбольным этим самым европейской первенству 2012 года реконструировался стадион Олимпийский в Киеве. Над трибунами было сделано вантовое, преднапряженное вантовое покрытие все это проектировали немцы и они передали рабочие чертежи для реализации здесь в Украине. Но геометрия, которая была зафиксирована в прочих соответствовала окончательной собранной и преднапряженной схеме вот этого стадиона. а изготовители металлических конструкций должны были выполнить другую геометрию, которая потом под влиянием преднапряжения лишь приняла бы тот геометрический образ, который предложили проектировщики. Вот пришлось решать такую задачу определять изготовительную геометрию конструкции. Примерно в более таких частых случаях это проблема назначения строительного подъема. Когда мы конструкции изготавливаем одной геометрией, она приобретает форму несколько другую. Здесь есть одно принципиально сложность. Если, например, речь шла об определении изготовительной геометрии элементов этой рамы, то совершенно ясно, что на первом этапе приложена нагрузка G1. У нас красными точками показано новое положение узлов. Следующий этап примыкает уже к новому смещенному положению узлов и мы получаем следующее смещение и так далее и так далее. Здесь в нормальном режиме монтажа мы все это можем отследить и в конце концов получить геометрию всех элементов системы, ту изготовительную геометрию, которую мы должны, которую мы ищем. Та же рама, но другая схема работы. Здесь вот в чем дело, у нас под влиянием нагрузки G1 изменилась геометрия, а теперь нужно примкнуть следующим элементом. Две точки примыкания мы знаем, мы можем посчитать координаты этих точек, а эти нам неизвестны. Здесь было просто, надо было просто отнять дельта 1 и получить значение этой координаты. А здесь это намного сложнее. Поэтому можно поступить следующим образом. Можно не менять расчетную схему. Можно все время работать вроде бы с одной и той же расчетной схемой, но иметь нулевой модуль пругости у не смонтированной части системы. Тогда мы получим постепенно меняющуюся геометрию. Вот у нас смонтирована эта часть. Эта часть не работает, потому что у нее модуль пругости ноль, но перемещение этих точек, их смещение и повороты поворачивают вот эту неработающую часть конструкции. Дальше оживили, вызвали из спячки, то есть заменили нулевой модуль пругости реальным следующего этапа, получили новую картину и так далее, и так далее, и так далее. Это второй способ учета изменений через изменение модуля упругости. этот способ как единственный запаян в программу Энсис. Там есть такая опция рождения и смерть элементов. Так вот, смерть элементов это обнуление модуля упругости рождения, это восстановление его реального значения. к сожалению, то, что создатели Энсис ограничились только этим способом, в некоторых случаях ограничило возможности этой программы по сравнению с тем, что может предложить Скайл. еще одна проблема это оценка влияния ползучести. Дело в том, что за счет ползучести меняется модуль упругости бетона. В нормах бетонных есть вот такая вот формула, где коэффициент φ равен там 2 с чем-то, 2,8, по-моему, для разных бетонов разный и он учитывает все, что накопится на бесконечном интервале времени. Если же учитывать два разных момента времени возраст бетона реальный и тот возраст, когда на него передается нагрузка, то коэффициент φ по одной из теорий ползучести может подчисляться по такой формуле. Следовательно, придав этапам монтажа какую-то длительность, мы тогда знаем для всех этапах чему равно Т и чему равно Тау. И для каждого этапа можем подсчитывать модуль упругости. Обратите внимание, этот модуль упругости постепенно падает. Вот уменьшение модуля упругости, то, чего нет в Лире, нет в Энсесе, здесь в СКАДе возможно и вот, реальная проверка, это здание построенное в Москве, вот как выглядели деформации, это деформации одного из простенков на первом этаже, вот как они выглядели по времени с учетом изменения времени ползучести, если все делать одномоментно, вот как они меняются при учете постепенного наращивания зданий, а пунктиром показаны реально замеренные при мониторинге этого здания значения, как видите, они около расчетных достаточно хорошо ложатся. В заключении несколько общих замечаний. Традиционным вариантом учета фактора времени чаще всего является изменение, временное изменение нагрузок. собственно на учет этих изменений ориентирована вся динамика сооружений, но это так называемое быстрое время, когда скорости ускорения таковы, что следует считаться с инерционными свойствами сооружения. Реальные конструкции кроме того живут и изменяются в так называемом медленном времени, то медленное время, которое связано с изменениями свойств оснований, с ползучестью и прочее, прочее. И по традиции эти эффекты учитывались путем расчета последовательности не связанных между собой расчетных схем. Рассматривалась расчетная схема, соответствующая монтажу половины каркаса. Потом расчетная схема другая, но не учитывался факт передачи напряженно-деформированного состояния от одной стадии к другой. Каждый раз к этой неполной расчетной схеме прикладывались все нагрузки, существующие, действующие на нее. И вот механизм учета наследования напряженно-деформированного состояния, он приводит к ряду эффектов, которые, как я показал, пренебрегать нельзя. Именно этот механизм реализован в вычислительной комплексе скамья. И закончу я словами Михаила Михайловича Жванецкого, что общим видом мы уже владели, а теперь подробности не опускать. Что касается подробностей, то совсем недавно вышла книжка, которую написал Олег Васильевич Кабанцев и я, и подробности вы можете прочесть в этой книге. Я благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, я готов ответить. Вопросы сейчас несколько. спасибо большое. Сейчас еще на вопросы попробуем. Все, будьте здоровы. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 .